Добрый день! В эфире информационная передача «За Каспием». С вами Елена Ралиева. А сейчас мы расскажем о самых актуальных новостях по ту сторону Каспи. Представители официального Пекина, Ташкента и Бишкека подписали дорожную карту по реализации проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и меморандум о создании рабочей группы. Планы дальнейшего экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией рассмотрены на совещании при участии президента Шавката Мирзиёева. Соглашения охватывают сферы промышленности, энергетики, горнодобывающей отрасли, транспорта и сельского хозяйства. В Казахстане вступил в силу закон о производстве и обороте органической продукции. Документ направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие формировании здорового питания и развитие рынка органической продукции. Представители академических и деловых кругов из 12 стран мира собрались в Баку для обсуждения проблем Каспийского моря. Серия семинаров под названием «Голубые горизонты Каспия» подчеркивает приверженность Азербайджана, содействие международному сотрудничеству в изучении проблем прикаспийского региона. Второй семинар планируется провести в Швейцарии в сентябре этого года. 100 участников из 15 ведущих университетов и академических учреждений 12 стран приняли участие в церемонии открытия мероприятия «Голубые горизонты Каспия». Серия семинаров посвящена теме «Синергия науки и бизнеса для устойчивости климата и сохранения Каспийского моря в преддверии КОП-29». Как отметила лидер высокого уровня ООН по климату Нигер Арпадараи, главная задача академических и бизнес-кругов, университетов, исследовательских институтов – найти решение для достижения устойчивого климата. Наблюдаемое в последние десятилетия снижение уровня Каспийского моря – наглядное напоминание о последствиях глобального потепления. Как заявил президент КОП-29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, данная проблема требует неотложных действий для обеспечения экологической стабильности региона. «Проблемы, которые связаны с изменениями, происходящими в Каспийском бассейне, риски, возникающие вследствие изменения климата, всегда находятся в центре внимания. Это мероприятие и обсуждаемые здесь вопросы – составная часть предстоящей КОП-29. Сегодняшние дискуссии важны с точки зрения участия академических кругов. К сожалению, подходы прикаспийских стран к решению наших общих проблем отличаются, но, думаю, нам удастся прийти к единому решению». Защита окружающей среды Каспийского региона от загрязнения является задачей не одной страны, а всех государств, расположенных в этом регионе. Об этом заявил генеральный директор ЗАО «Покинский международный морской и торговый порт» Талех Зиядов. Обсуждалось также создание энергетического коридора по маршруту Азербайджан-Грузия-Каспийское море. «В случае становления среднего коридора зелёным, контейнером, следующим из Азии в Европу или в обратном направлении, не будет применяться налог. Вопрос зелёного порта следует рассматривать в контексте озеленения среднего коридора. В будущем должно учитываться, через какую цепочку поставок проходят контейнеры межконтинентальной торговли. Поэтому следует превратить средний коридор в зелёный. В таком случае многие компании станут выбирать средний коридор». Талех Зиядов добавил, что происходящее в Суэцком канале сильно сказалось на торговле между Востоком и Западом и актуализировало значение Каспия и Бакинского порта. В этом контексте сотрудничество с другими государствами важно для обеспечения устойчивости среднего коридора и трансформации его в будущем в зелёный коридор. «В ноябре текущего года мы планируем создать центр исследований на Бакинском Приморском бульваре. Этот центр объединит учёных и исследователей, которые будут заниматься проблемами Каспия и их влиянием на окружающую среду на глобальном и региональном уровнях. Как вы знаете, страна поставила цель до 2035 года стать зоной зелёной энергии. То есть все предприятия должны стремиться к сокращению выбросов до нуля». На мероприятии в Баку отмечено, что без продвижения зелёных энергетических ресурсов невозможно решить нависшую над миром проблему изменения климата. Каспийское море, крупнейший на планете внутренний водоём, является составной частью ряда международных транспортных маршрутов, в частности, среднего коридора. В то же время он способствует экономическому росту в Азербайджане и выступает источником биоразнообразия для соседних стран. Эллада Мамедова, Анар Алиев, CBC. Итак, эксперты заявляют, что транскаспийский международный транспортный маршрут может стать зелёным. О том, как стороны намерены это реализовать, мы поговорим с экономистом из Кыргызстана Маратом Мусуралиевым с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот известно, что геополитические перемены последних двух лет резко увеличили значение среднего коридора, но вот многие эксперты даже называют транскаспийский маршрут хорошей, достаточной альтернативой Суэцкому каналу. Что вы думаете по этому поводу и каковы реалии и перспективы? Ну, здесь очень важно адекватно оценить грузовую базу. Дело в том, что всё равно в мире минимум 90, даже 92% грузоперевозок будут производиться океанскими контейнеровозами и другими судами. На сухокутные маршруты уйдёт от 5 до максимум 8% грузового оборота. Это связано с тем, что морские грузоперевозки являются наиболее экономичными с точки зрения удельной себестоимости на перевозку груза и наиболее массовыми по пропускной способности. Допустим, в контейнеровоз может влезти 300 тысяч тонн и 360 тысяч тонн в океанский, а в то время как, допустим, средний железнодорожный состав всего 3 тысячи тонн, а в автомобиль грузовой куры в среднем 20 тонн. Таким образом, один океанский грузовой контейнер, он эквивалентен либо 100 железнодорожным эшелонам, либо даже 15-20 тысячам грузовиков с фурами. Поэтому, естественно, всё равно 90, даже 92% грузов останутся за океанскими грузоперевозками. Но там тоже намечаются две альтернативы. Первый – это Северный морской путь, который пытается сделать Россию. Насколько это реально сложно сказать, потому что там могут проходить только суда ледового класса, и то происходит, что впереди будет идти ледокон. А сухопутные грузоперевозки, да, у них пропускная способность на два порядка меньше, но они более скоростные и в более короткие сроки. Таким образом, на вот эти 5-6-7 до 8% грузов, это будут приходиться либо хай-тек с товара с высокодобавленной стоимостью, либо продукты питания, для которых критичные сроки доставок. Вот эта грузовая база, она однозначно уйдет на сухопутные перевозки. Но там есть проблемы, и эти проблемы, в общем-то, никто не скрывает. Они однозначно идентифицированы экспертами в сфере логистики, и в том числе международными финансовыми институтами, и ЭБРР, и Всемирным банком. Значит, внутри среднего коридора три направления основных, там, конечно, направлений больше, но основных три направления, по которым будут формироваться грузовые базы. Это между Китаем и вообще Юго-Восточной Азией, Евросоюзом, это наибольшая грузовая база, между странами ЕС и странами Центральной Азии, и внутриконтинентальной перевозки. Допустим, по оценкам экспертов Всемирного банка, средний коридор позволит странам Центральной Азии и Южного Кавказа извлечь выгоду, и они предполагают, что к 2030 году, то есть буквально в течение ближайших шести лет, грузооборот увеличится до 11 миллионов тонн. Это примерно в три раза больше. Они, в свою очередь, готовы оказать этому поддержку, потому что на этом маршруте, как и на всех остальных маршрутах, есть проблемы. И эксперты Всемирного банка оценивают пять пунктов, которые позволят утроить грузооборот. Первое. Это рассматривать средний коридор как единый экономический коридор и принять по нему механизмы, чтобы страны, которые на его территории расположены, приняли унифицированные механизмы для достижения интегрированного перевозки грузов. Второе. Сосредоточиться на логистических решениях по всей длине коридора, предлагать сквозные услуги и стандарты, третье – разработать над реформированием упрощенных таможенных процедур. Они вообще формально называются таможенными, но фактически на каждой границе, с каждой стороны по три процедуры. Это пограничный контроль, таможенный контроль и фитосанитарный контроль. Если каким-то образом удастся это унифицировать, кстати, у ваших соседей в Грузии эти процедуры наиболее, так скажем, упрощены и позволяют проходить таможенник в более короткие сроки с наименьшими затратами времени и денег. Четвертый пункт – это цивилизация в рамках всего среднего коридора, который позволит отмен данными между грузоотправителями, получателями и перевозчиками. И пятое – совершать инфраструктуру, но по инфраструктуре там на каждом участке есть свои проблемы. Это очень-то длинная история, долго рассказывать. Но действительно, как только операторы перевозок и железнодорожные, автодорожные компании, которые будут для себя отмечать узкие места, а их немало, будут их устранять, это позволит действительно увеличить объемы грузоперевозок однозначно. Вот эта вот история с Суэцким каналом сильно сказалась на торговле между Востоком и Западом. Мы актуализировали значение Каспии и Бакинского порта. Вот в этом контексте сотрудничество с другими государствами, как видно, важно для обеспечения устойчивости среднего коридора. И опять-таки, трансформации его в зеленый в будущем – тема достаточно интересная. Что для этого, на ваш взгляд, еще предстоит сделать, чтобы коридор стал зеленым? В части железнодорожных перевозок эта проблема в основном решена. На территории Казахстана железные дороги по маршруту не на 100%, но более чем на 60%, даже 70% электрифицирована. То есть при перевозке напрямую не выделяется углерод, хотя опять у них, к сожалению, топливно-энергетический баланс неблагоприятный. У них 80% генерации на тепловых станциях. С автомобильным трассом электрификация сложнее, но вот, допустим, в Европе еще одно направление, которое у нас пока не сильно развето, но я думаю, оно имеет перспективу, это использование ГМТ как моторного топлива. Это газомоторное топливо, то есть они делают сжиженный газ. Не пропалмутановая смесь, к которой мы с вами привыкли, а именно сжиженный метан. При сжижении метана до минус 162 градуса, он превращается из газа в жидкость, кстати, голубого цвета, и вот этой жидкостью в Европе, особенно в скандинавских странах, уже заправляют, так скажем, вот эти фуры, тягачи, и они сразу, двигатель выходит на стандарт Евро-5 и даже Евро-6. Это очень интересное топливо, оно примерно в три раза более плотное, чем сжатый газ. Допустим, в жатом газе там 200 атмосфер, а сжиженный газ при сжижении метан сжимается в 600 раз, поэтому емкость топливного бака меньше, а выхлопы минимальные, ну вот как у нас у всех на кухне газ-плита стоит, она же не коптит. Вот в этом отношении использование сжиженного газа как газомоторного топлива, это интересная перспектива, но она тоже потребует инфраструктуры, то есть сжижение газа и установки гольмаршрута и криогенных станций, где транспортные средства будут заправляться сжиженным метаном. А в части железных дорог это электрификация и изменение структуры топливно-энергетического баланса таким образом, чтобы доля зеленой энергетики в ней постепенно росла. Это однозначно тренд по всем странам мира, и вот вы у себя на освобожденных территориях тоже намерены сделать зеленую энергетику, это очень правильный шаг. Единственное, диспетчеризация будет чуть сложнее, то есть на тот период, когда будут отключаться, допустим, солнечные электростанции или ветровые электростанции, у вас должна быть маневренная классическая генерация, ну, допустим, газопоршневые станции, которые вы в Астаре планировали поставить, которые могут резко выдать мощность и компенсировать выход из энергосистемы работы солнечных и ветровых станций, потому что и в ССС они относятся к ПАГ, прерывистая альтернативная генерация, то есть они не дают непрерывной электроэнергии, а только тогда, когда есть ветер и когда есть солнце. Вот поэтому это чуть-чуть сложнее энергосистема, но она, в общем-то, в мире достаточно эффективная и достаточно серьезно применяется. Плюс к этому Евросоюз к вам через Черное море, от Румынии до Грузии и далее до Азербайджана, тянет высоковольтный лэп пропускной способностью до одного гигаватта, и они готовы будут на этом покупать только зеленую электроэнергию, то есть только с возобновляемых источников энергии. Это шикарный вариант, потому что вам дают доступ к рынку сбыта, а европейский рынок сбыта – это самый емкий рынок в мире. Представьте, население 500 миллионов человек со средней зарплатой от 1000 евро в месяц и выше, а, допустим, в странах Бенделюкса, Скандинавии, Германии от 5000 евро в месяц. Поэтому, раз вам дают такой доступ, грех им не воспользоваться, дай бог поставить у себя тоже ССВС, и даже, насколько я знаю, Казахстан хочет к этому присоединиться. Это очень перспективно. Более того, как правило, высокая себестоимость продукции, в том числе электроэнергии на электростанциях, она только в первые 6-8 лет. Через 6-8 лет, когда происходит окончание выплат по кредиту и происходит основная часть амортизации основных средств, себестоимость электроэнергии резко снижается, и я уверен, что вы ее сможете продавать и на своем внутреннем рынке. Да, но, судя по всему, процесс достаточно долгий, но посмотрим, насколько быстро удастся это реализовать. Спасибо вам большое, что подключились к нам и за интересную беседу. До свидания. Всего доброго. С нами на связи был экономист Кыргызстан Амарат Мусуралиев. Обсудили мы растущий интерес к среднему коридору. Приходим к другим новостям. В Пекине прошла встреча министра транспорта Узбекистана Эльхома Макамова с министром транспорта и коммуникации Кыргызстана Телеком Текебаевым и заместителем главного инженера государственной корпорации «Китайские железные дороги» Дзюй Кодзянам. Руководители транспортных ведомств и железнодорожных администраций трех стран обсудили выполнение задач, предусмотренных межправительственным соглашением о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, подписанным днями ранее, а также механизмы финансирования проекта. Сообщается, что по итогам переговоров были подписаны дорожная карта по реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и меморандум о создании рабочей группы. Казахстан тем временем планирует разработку альтернативного маршрута в Афганистан через Туркменистан с целью увеличения товарооборота с одного миллиарда долларов до трех. Об этом сообщил зампремьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. По его словам, товарооборот с Афганистаном составляет около одного миллиарда долларов. Он также подчеркнул, что в Актау до конца июня будет проведен первый торговый логистический форум с участием представителей Афганистана. Кроме того, премьер-министр Казахстана сообщил, что в начале августа в Алматы ждается делегация из Афганистана, которая предоставит выставку продажу своей продукции. Биоэтанол – возобновляемые источники энергии и адаптация людей к новым условиям жизни при изменении климата. Казахстанские специалисты в области охраны окружающей среды готовятся к участию в климатическом саммите КОП-29 Баку и готовят программы для обсуждения с экспертами из других стран. Климатологи надеются привлечь внимание мирового сообщества к региональным экологическим проблемам. Центральная Азия уже ощущает на себе последствия изменения климата, который протекает в регионе в два раза быстрее, чем в других странах мира. Как следствие, это нехватка воды, деградация земель и стихийные природные бедствия. Специалисты готовят стратегию по адаптации к предстоящим изменениям окружающей среды. Мы должны подготовить нацию, граждан в этом направлении. Поэтому это называется справедливый переход. Справедливый переход – это больше идеология, которая очень четко прописана в стратегии углеродной нейтральности Республики Казахстан. Она является частью нашей стратегии. Речь идет о планомерном отказе от традиционных источников энергии в пользу низкоуглеродных альтернатив, ведущих к снижению выбросов парниковых газов и, возможно, к стабилизации среднегодовой температуры на планете. К примеру, могу сказать, что один автомобиль, который ездит по Алматы ежедневно 100 километров, выбрасывает в атмосферу в год 4 тонн выбросов вредных. Один самолет, который летит с Астаны, Алматы, аэрбаз 320, за один полет выбрасывает 12 тонн. Пока человечество не отказалось от бензина и солярки, в них добавляют биоэтанол, который производится из зерна, благодаря чему происходит полное сгорание топлива, а количество вредных выбросов уменьшается наполовину. Казахстан активно развивает производство биоэтанола. Крупнейшие нефтегазовые компании мира присоединились к Харте по декарбонизации нефти и газа на КОП-28, чтобы свести к нулю выбросы метана и продолжить работу по передовым проектам по сокращению выбросов. Крупные нефтяные компании уже смотрят в сторону декарбонизации своих отраслей. И в том числе по Казахстане, и Шеврон занимается, и Шелл сейчас будет заниматься. Я думаю, что в Азербайджане тоже БИПИ будет заниматься этими вопросами, потому что экология этого требует. Энергопереход стал новой экономической реальностью, которой необходимо адаптироваться всем энергетическим отраслям. Эту тему казахстанские специалисты обязательно затронут на предстоящем климатическом климате КОП-29. Очень-очень рады, что это будет происходить именно в Азербайджане и в Баку. Это все-таки действительно страна, которая является определенным лидером как в энергетической, так и в экономической сфере. Поэтому я думаю, это потрясающая действительно платформа, и это был очень мудрый выбор. 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Баку. Ожидается, что в ней примут участие делегации всех 199 стран мира. В Казахстане также вступил в силу закон о производстве и обороте органической продукции. Документ направлен на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, содействие в формировании здорового питания и развитии рынка органической продукции. Среди ключевых новшеств следует отметить, что законом предусмотрены цели и задачи национального законодательства в области производства и оборота органической продукции. Также расширен круг производителей такой продукции. Теперь, помимо физических и юридических лиц, к ним могут относиться объединения производителей или товарищества. Далее документ предусматривает условия перехода к органической продукции, основные требования к ее производству, маркировке и, конечно же, обороту. Наконец, для соответствия международным практикам и стандартам в данной области будет сформирована система совместных гарантий. Должна она базироваться на принципах добровольного участия внутреннего контроля и коллективной ответственности за качество произведенной продукции. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве первой очереди Камбаратинской гидроэлектростанции. По данным пресс-службы Министерства энергетики Узбекистана, инвестиционная потребность проекта оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов. Необходимые для строительства станции на реке Нарын могут быть предоставлены каждой стороной, а также поступать в виде сторонних займов. Так, ранее в российском депредставительстве в Кыргызстане заявили, что Россия готова принять участие в финансировании разработки проекта. Каскад гидроэлектростанций на реке Нарын действует со времен СССР. Новая Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшим его объектом. Проект позволит обеспечить электроснабжение стран Центральной Азии, а также улучшить водоснабжение региона. На высокогорные пастбища Кельбаджарского района Азербайджана выпущены 116 голов яков из Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Азербайджана. Яков, являющихся подарком президента Кыргызстана Сады Рыжапарова, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, доставили из Бишкека Гянджу на самолете. Представители Минсельхоза участвовали в отборе завезенных в страну животных. После карантина и необходимых прививок яки специальным транспортом были вывезены на луга Кельбаджара. Сейчас продолжается их адаптация к местной флоре и фауне. Первый замминистра водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Кубат Кассиинов сообщил, что подаренные Азербайджану яки прошли весь санитарно-ветеринарный контроль. Документы, подтверждающие здоровье животных, выданы животноводческой организацией Минсельхоза и вручены представителям отдела мониторинга. Деятельность фермы по разведению яков, созданной на освобожденных территориях Азербайджана, находится под постоянным контролем сотрудников Министерства сельского хозяйства. На ферме уже дважды проводился процесс осеменения. Были приобретены здоровые самцы яков. Численность животных увеличивается с каждым годом. Процесс адаптации яков к природе Азербайджана близок к завершению, и уже третий год ведутся наблюдения за их акклиматизацией. Результаты положительные. Под постоянным контролем ветеринаров не выявлено никаких заболеваний или лихорадок, связанных с отсутствием адаптации к местной природе. Расширение деятельности по разведению яков, увеличению поголовья и завершению их адаптации окажут положительное влияние на развитие этой отрасли животноводства в стране. Создание экспериментальной яководческой фермы на освобожденных территориях Азербайджана началось еще в 2022 году. Тогда же прошел мониторинг с участием кыргызских специалистов. Они были приглашены в Азербайджан для создания экспериментальной фермы. По мнению экспертов, высокогорные территории Латчинского и Кельбаджарского районов считаются наиболее пригодными для разведения яков. За последний год на опытной ферме прошли уже два отела и замечено, что полученные ячата быстро адаптируются к местным условиям. Планы дальнейшего экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией рассмотрены на совещании при участии президента Шавката Мерзиоева. Так, на прошлой неделе по итогам третьего заседания Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества сформировано 158 новых проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов. Соглашения охватывают сферы промышленности, энергетики, горнодобывающей отрасли, транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства. В рамках инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией сформирован список из 34 проектов общей стоимостью более 24 миллиардов долларов. Это проекты области транспорта, цифровизации, инфраструктуры, здравоохранения и энергетики. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели передачу «За Каспием». С вами была Альна Ралиева. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин